А теперь новости, не имеющие ничего общего с российской действительностью. Вот-вот в прокат выйдет пятая часть скоростного блокбастера «Форсаж» с Вином Дизелем и Полом Окером. Но прежде чем прокатиться по нашим кинотеатрам, он стартует в студии центрального телевидения. Встречайте, Вин Дизель и Пол Окер прямиком из Голливуда. Вокер и Ваша Ваконфлотская. О, как здесь круто! Как дела? Как дела? Очень хорошо, очень хорошо. Неплохой поле у Вас. В связи с этим вопросом, как Вам московский проб? Вообще-то движение у Вас здесь полное... Вообще, когда мы застреваем, разбираемся вот так. Руками, ногами. Мы привыкли ездить прямо. Ну, это Вы, ребята, не знакомы с нашими ребятами, которые ездят на таких же тачках, между прочим, в Москве. Не знаю, не знаю, кто бы из Вас победил. Предлагаю Вам присесть в нашу белую прекрасную зону, если Вы не против, да? Окей. Да? И все. Бабушка! Бабушка! А еще какие-то слова знаете русские? Спасибо. Так. А-а-а-а-а... Шут вит нос? Кто, прости? Шут вит нос? Шу- Чувственность! Смотри, какое он слово выучил, а! И к чему это... Кстати, о России, Вы знаете, мне кажется, что шестой форсаж должен сниматься в России. У нас же тоже много машин. Вы знаете наши машины? Сколько у нас машин в России, знаете? Одну машину делают? Нет. А по-моему, мы Америку обогнали в количестве моделей, нет? Я предлагаю вам первый вариант. Запорожье. Это посмотрите. Мне очень нравится. А быстро ездит. Он больше подошел бы для фильма угнать за 60 секунд. Знаете почему? Потому что через 60 секунд у него, скорее всего, сдохнет аккумулятор. Ну, или подвеска отвалится. Выглядит вообще-то достаточно прилично. Есть еще один вариант. Хотите больше скорости? У нас есть самая быстрая и самая маневренная машина. Вы знаете, что это? Ну, чувствуются аэродинамические качества. Наверное, итальянские дизайнеры поработали. Вот видишь такую машину и сразу чувствуешь скорость. Кстати, вы правы, Пол. Сразу видно, разбирайтесь в машинах. Это наша маршрутка. И, между прочим, когда вы плелись на своем бодже, это она вас обогнала, скорее всего. Ну, ребят, а сейчас я вам хочу показать главную, вот просто королеву автомобилей Российской Федерации. Лада Калина. Найкс. Хорошая. Авин, а вы даже вот сейчас говорите и не представляете, почему она Найкс. Действительно, даже в голову не приходит. Наверное, это экономичный автомобиль. Мобиль, на котором проехался Владимир Путин, уже не важно. Экономичный он, экономичный. О, хорошо. Ну, если вы захотели бы, например, погонять на этой машине, вам бы, конечно, пришлось нелегко, потому что пришлось бы вам конкурировать с Владимиром Путиным. И я предлагаю вам посмотреть сейчас любопытнейший ролик, как это могло бы быть. Ладно, в общем, ребят, боюсь, что не достанется вам Лада Калина. На самом деле, я хотел вам подарить подарок. Вы знаете, что это такое? Не знаю, может быть, для гипноза? Это неотъемлемый элемент любого гонщика в России. Ставится собачка на торпеду, и когда вы едете, она делает вот так. Спасибо. Да, не каждый день вам дают таких собачек. Ну все, я предлагаю вам пройти на центр, чтобы попрощаться. И, ребят, на самом деле, вы должны выучить два слова на русском языке, и сразу понятно, что вы знаете Россию, знаете русский язык. Мочить в сортире. Мочить. В сортире. В сортире. Вин, мочить в сортире, ну. Мочить в сортире, ну. Вин Дизель, Болл Уокер. Это сегодняшний гость в студии центрального телевидения. Ну что, спасибо вам. Спасибо. Спасибо. Это центральное телевидение. Куда едем дальше? Ну, они-то, понятно. Премьера, фуршет, а у нас эфир. Продолжим. Продолжим. Продолжение следует. Продолжение следует...